Всем привет! Продолжаем серию работы с молотом. Если не смотрели предыдущие видео, обязательно посмотрите. Сегодня работа во фронтальной плоскости на подъем. Это работа, как правило, на контрфазу. То есть на раскручивание. Не на закручивание, а на раскручивание. На раскручивание прежде всего в сторону. Это важно при различных поднимающихся техниках в ударе на отмышь и при бросковой технике. Удар на отмышь, вверх восходящий и в какая-то бросковая техника. Когда вы раскручиваетесь и плечевым поясом, и всем тазом в сторону, одновременно подбивая в сторону, тазом вверх. Итак, молот. Чем ведущая рука ближе к кувалде, тем, соответственно, легче. Чем она ближе к корпусу, тем, соответственно, тоже легче. Вот так вот легче. Чем так. А вот так еще тяжелее. То есть, чем рычаг больше по правой рычага, тем, соответственно, больше наруска. Итак, смотрим. Ноги на ширине плеч или шире. Кувалду таким образом. И делаете восходящее движение. Восходящее. Вниз кувалду не роняете. Значит, пускаете ее просто медленно вниз. Не надо раскачивать ее вот так вот, чтобы она качалась. Резкое движение вверх, а потом медленно вниз. Так. С. 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 Чтобы потяжелее. Сюда взял. На середину почти рукоятки. С. 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 И точно так же похожие движения можно делать не в фронтальной плоскости, а в сагиттальной, но назад. Если на предыдущем уроке мы делали вперед, здесь делается то же самое назад. Когда применяется при таких ударах? Когда таз надо сильно подать назад в сагиттальной плоскости. Это не сразу рода с морской техники. Через бедро, да? Подхват. Через плечо. А также удары ногой, такие как у ширки, например, да? Гор ногой назад. Вот. Вот это движение потому что будет. Вот. Вот такое движение. И так сделаем. Есть одноименный вариант и разноименный. В разноименном варианте стоит спереди, положим левая нога, а ведущая рука правая. С. 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 И в одноименном варианте. То есть спереди стоит правая, и правая же рука работает. С. 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 Старайтесь сделать быстрый старт. Работа на полиометрику, если мы боремся с инерцией тяжелого молота, именно в этом старте идет самая большая работа. Она вырабатывает резкий старт, резкий рывок. Как в ударе, так и в блоке. Ну что ж, смотрите видео дальше. Ну и еще, подписывайтесь на мой канал на YouTube и посещайте ресурсы. Буду блок.ру, Малышин.ру, Макивара.ру, Доктор Шилов.ру и Корректор.ру.ру. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok